всех приветствую друзья мои вы на канале ягод как ягодки и мы продолжаем серию видео капельном поливе наконец-то у нас пошел дождь поливать голубику самому не надо так как самому поливать из шланга это тот еще геморрой но плохая новость то что мы не можем полноценно работать под дождем итак сейчас покажу что уже сделано значит вот я уже заготовил составные части вы видели уже в ролике как я наваривал эти фитинги вот и вот эти фитинги красные это китайские а вот эти я нашел зеленые фирмы brados польская значит отличие в чем то что у этого китайца нужно постараться чтобы эту трубку сюда засунуть так как это не для того чтобы по эндотрубу засовывать значит а здесь здесь такой ёрш а вот именно для того чтобы одевать какую-то пластиковую трубу значит этим мне эти brados эти и понравились и по ощущениям но на ощупь пластик намного намного богаче скажем так сделал сейчас с этой стороны с этой стороны все те же все те же такие вот насадки китайский вперемешку с и так это китайская такая здесь здесь а здесь украинская отличий не так много но посмотрим как они себя покажут цена практически одинаково что с китая что что с украины с украины только быстрее доходит и так и так пойдемте посмотрим что мы уже что мы я что уже сделал так как работник у нас не работает в этом году в этом году только я один в качестве работника значит прокопал траншеи вот скважины значит засадил туда трубу там подключил отверстие запенил значит вывел с помощью вот таких вот фитингов значит идея здесь какая почему тут краны значит здесь вот с этой стороны будет то же самое что и вот с этой стороны зеркально будет тоже самое землю ходите дальше пошла сейчас пока поставил краны будет просто включаться полив механическим способом открыл кран значит полилась голубика открыл тот кран полилась клюква значит пока будут краны пока у меня нету ни времени ни денег чтобы поставить поставить магнитные клапаны поставить таймеры пока можно все это сделать вот так вот дешевле и быстрее в установке значит все это будет стоять вот так на зиму это все будет просто ну или отсоединяться или или накрываться значит и дальше траншея я уже сказал 280 метров это будет магистральная труба 50 здесь и вот на таких участках будет это трубу к этой трубе будут подключаться тех тоненькие вот эти шланги что я вам показывал в начале значит и по 2 будет на каждую сторону ряда выходить сейчас покажу что за трубы будут друзья хочу с вами поделиться информацией значит чем отличается пнд труба от пэ трубы значит это оказывается совершенно разные вещи значит вот эти вот синие трубы от черных чем отличается значит синие трубы это пэ труба значит как заявлено она исключительно пить его для для питьевой воды значит черные серые трубы это значит трубы технически значит они не для воды но в некоторых интернет-магазинах написано что можно жидкость по ним значит подавать не понятно с каким только давлением и какую жидкость так как эти трубы технические они делались из ну всякого мусора значит и к ним значит ну они качество хуже чем вот эти вот синие трубы поэтому и цена у них в два раза меньше значит они по большей части используются для прокладки кабелей под землей значит как отличить при покупке вам могут сунуть эту трубу и сказать что она питьевая значит в старых трубах вот таких у черных значит были раньше значит такие черные трубы питьевые но они с полоской синий значит и там была маркировка хотя я не помню было не было но в общем синяя полоска точно была если есть синяя полоска значит это трубы старого фасона питьевые можете их смело брать если же труба без маркировки значит это техническая вот значит вот эта 50 труба здесь 100 метров это пойдет у нас магистраль эта труба 25 подаст воду в наш домик и остальные трубы это для кабеля под землей я честно говоря я их купил вот эти вот трубы поначалу я думал сделать из них капельный полив то есть через них подавать значит воду в качестве магистральных там на ту же клюкву но когда я их купил ну продавец мне сразу сказал что значит они не подходят для капельного полива так как сделаны они некачественно и внутри они со временем они расслаиваются разваливаются и ваш капля может забиться но я подумал что за бред наверное он просто хочет денег срубить чтобы я подороже вот эти синие трубы взял купил привез и потом когда я их начал значит резать разматывать и обратил внимание что какие-то они внутри неровные то есть стенка с одной стороны толще у трубы чем с другой померил да действительно с одной стороны 2 миллиметра с другой стороны миллиметр вот такое вот качество трубы я не знаю что будет с ними если подать на них давление может быть они там но не сразу конечно может через год-два может быть и развалится поэтому скрипя душой поехал и купил все таки синие трубы тем более что ну на дом я и и планировал брать питьевую потому что ну все таки семья дети тут надо все самое скажем так лучше подстраховаться вот друзья значит будет 50 труба у нас магистральная она пойдет да 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 там вдалеке такой оранжевый домик если можете видеть вон он там значит 280 метров будет вода подаваться туда значит есть у меня большой конечно сомнения что хватит давление для того вот участка который нами еще только осваивается значит все это поле конечно будет засажена голубикой но есть у меня сомнения что давление воды хватит на полив там вот самом конце поэтому поэтому я не досаживал голубику до забора значит я планирую как попробовать прокинуть до конца участка эту магистраль значит если хватит давление в конце очень хорошо если не хватит значит отсюда примерно вот из этого узла который я сделал подать еще одну трубу так вот наверх на горку и вдоль забора еще одну линию провести и сделать полив раздельный сначала левая сторона поле поливается потом правая вот это запасной план так как но может на видео это не очень заметно но у нас есть уклон то есть со стороны дороги как бы выше участок и ниже 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 разница метра метр 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 полтора метра в общем метр полтора вот поэтому вот еще на этом участке подать воду наверх давление хватит по ленте капельный а вот уже в конце где давление и так уже будет падать по моим расчетам там уже возможно могут быть проблемы но все это все это только опытным путем можно проверить так как никакой информации никаких расчетов я в разумительных расчетов я не смог найти в интернете поэтому все буду делать на своем опыте и все проверю расскажу обязательно друзья теперь рассмотрим фитинги из чего они состоят и как ими пользоваться значит я использую фитинги юни дельта итальянское производство по крайней мере так написано значит уже не первый годами пользуюсь очень хорошо себя зарекомендовали очень надежные значит да я переплачиваю за эти фитинги но я предпочитаю переплатить за ту вещь которая у меня будет под землей чтобы мне не искать потом поломку откапывая 200 300 метров трубы и так давайте разберем посмотрим из чего состоит этот фитинг все фитинги они в принципе одинаковые что развититель тройник что поворотники значит откручиваем гайку не внутри вот такой вот белый уплотнитель можно сказать держатель значит вот это вот одна из важнейших вещей фитинги вот этот держатель не позволяет трубе выскочить из фитинга при любом давлении значит дальше внутри фитинга значит находится уплотнительное кольцо резиновая которая закрыта вот черная крышка сейчас покажу как одевать фитинг на трубу вот у меня есть обрезок трубы обрезал я болгаркой значит после любой обрезки у вас остаются заусенцы фаска ее лучше снять значит ножом ногтем не важно главное чтобы с внутренней с внешней стороны не остались никакие заусенцы которые могут повредить или сдвинуть эту резинку внутри и так сначала на трубу значит одевается гайка потом одевается вот этот вот белый держатель этот значит он устроен так что вниз его сдвинуть можно с легкостью а вот назад его уже не сдвинешь него такие вот зубья которые не позволяют трубе слететь с этой держалки значит дальше вставляем все это дело фитинг прилагая немалые усилия значит некоторое смазывают резинку или трубу но нужно ловчился так что голыми руками могу значит все дальше не идет если вот этот белый держатель слишком далеко ближе его подтянули гайку закрутили что есть сил все ваш конструкция готов не надо никакой уплотнительной ленты не надо никакого льна причем не рекомендуют использовать лен на пластиковых соединениях так как мы не знали он может порезать что вот этот пластиковую гайку вот невозможно вытащить трубу теперь все готово значит рекомендую после того как вы собрали какой-то участок то есть там у вас и повороты тройники в это все пытаетесь уложить в траншеи обязательно после этого перед тем как закапывать не торопитесь пройдите еще раз подкрутите все гайки и желательно конечно всю вашу эту поливную систему не закапывать сразу а включить дать давление и чтобы допустим там полдня может быть ваша система постояла под давлением и вы будете видеть может быть какой-то фитинг вы крутили всю трубу и он может быть вот эта вот гайка просто раз и ослабилась и отсюда может быть медленно-медленно подкапывать но это увидите на фоне сухой траншеи у вас за несколько часов будут появляться капли и вы увидите где у вас протекает там и там подожмется да друзья хотел показать вам как же поливалась голубика вот это до того как я решил сделать капельный полив в год посадки нам некогда было делать капельный полив мы тут и с посадками то затянули очень надолго значит сейчас покажу значит вот так вот краник с быстросъемной насадкой тоже с быстросъемной значит одевается пускается вода значит быстро съемным тем что быстро снимается значит дальше у нас 200 метров гибкого шланга значит вот этот вот зеленый шланг самый самый дешевый самый дешевый самый самый не лучший значит и были куплены вот такие вот разбрызгивать или дешевые все на быстросъемниках этих одной рукой не очень удобно снял значит что это за вещь такая вот этот переключатель вкл выкл а вот здесь вот такая вот крутелка если вы видите такой здесь зазор открывается закрывается открывается значит вот так вот открыт на 360 градусов значит отсюда бьют значит в разные стороны фонтанчики воды значит этих фонтанчиков при наших размерах хватало вот так вот ставите в землю и он одновременно поливает 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 одновременно 10 кустов значит поливает ну я делал полив значит каждое каждое полчаса я переставлял вот это вот вот эту вот поливалку значит и можете посчитать сколько времени уходит на 1300 кустов но зато это не шланга поливать тут все таки вы включили и пошли заниматься своими делами в чем минус вот такой системы полива во первых я на нее потратил 200 метров шланга значит все вот эти вот поливашки все быстросъемники значит еще пробовал несколько такие разбрызгиватели которые которые по кругу поворачиваются и большую часть поля обрызгивают 200 долларов примерно я на это все дело потратил значит мне не понравилось не понравилось потому что шланг мягкий через 200 метров этого шланга напор воды уже вообще никакой приходится приходилось шланг уже над кустом уже держать что просто струйка тоненькая воды на него лилась и там уже конечно вот эти разбрызгиватели не достают это конечно минус но если у вас ну на первых порах если у вас нет капельного полива а сделать его нужно до того как вы начали посадки если у вас ничего больше нету никаких больше вариантов то вот такими шлангами значит а умные люди капельный полив делают до того как засаживают плантацию сразу размечают как закапывают трубы оставляя только выхода под капельную ленту и потом уже начинают делать начинают сажать кусты это как бы сделал я теперь вот друзья значит дождь нас немножко останавливает в работе приходится работать так в перерывах между дождем ну что следующее видео будет я надеюсь мы уже доделаем этот капельный полив покажу как получилось а пока на этом все спасибо что смотрели ставьте лайк подписывайтесь на канал пока